Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас на связи иммиграционный адвокат Италии, Давид. Это лицензированный адвокат. Сейчас он буквально пару слов расскажет о себе, о своей компании, чем занимается. И мы перейдем к основным аспектам об иммиграции в Италию и что будет после кризиса. Итак, Давид, здравствуйте. Добрый день, спасибо за приглашение. Приветствую всех. Да, Давид Побережский, я диссерий Вакап Италии. Я издатель компании, фирмы LMP, возглавляю иммиграционную практику. Много лет мы уже работаем, и мы, именно, помогаем русских гражданам переехать в Италию на порядок услуг. Вначале это иммиграция, и потом это после иммиграция, открытие бизнеса, развитие бизнеса, сопровождение и дальнейшие услуги. Вновь уже к нам обращались, много видоснужительных вариантов мы уже предлагали, но это будет в курсе сегодняшней встречи, посмотрим. Италия действительно сегодня очень интересная страна для переезда, потому что показала свою силу даже вот в эти трудные месяцы, недели этой пандемии, показала бонусы, которые выдает, и как она следит, и как она ухаживает, так и как и за индивидуальными предпринимателями, так и за работодателями и прочее. Считаю, что это одна из самых интересных стран Европы для переезда. Мы занимаемся полным сопровождением, конечно, с АДАЯ, с оформлением ВИЗД, с получением вида нажительства, продлением этого вида жизни, с получением ПМЖ, даже до вопроса, связанного с гражданством. Хорошо, спасибо. Давид, расскажите, пожалуйста, вот сейчас после этого кризиса, да, столько изменений вообще во всем мире происходит, какие именно миграционные программы сейчас будут самыми актуальными, и через какие способы будет проще всего получить вид на жительство и с легализацией в последующем? Смотрите, вопрос очень интересный. Естественно, вся миграционная практика с МНВИ меняется, но я хочу сразу успокоить всех, не будет никаких габаритных, скажем так, существенных ограничений. То есть, миграция будет всегда доступна. На самом деле, уже поступает намного больше заявок сегодня на миграцию, потому что многие переоценили страну, в которой они проживают. Специфическое по Италии мы видим новые законы, новые законодательства Италии, которые делают фокус на один момент, то есть помощь Италии, чтобы выйти из этого кризиса и так далее. Поэтому все те секторы, которые пострадали от этого, будут преимущественными, будут самые первые, самые благополучные для получения вида на жительство в Италии. Очень сильно пострадал сейчас от этой пандемии сектор студентов. Все те, которые захотят записаться на Новый год на какие-либо курсы обучения, образования университета, это одна из первых категорий, которую мы уже много раз советовали. Обращайте на это внимание, потому что итальянские вузы-университеты боятся, что на следующий год у них просто-напросто могут быть записи. Пожалуйста. Извиняюсь, надеюсь, вы не потеряете мысли, хочу добавить. Я просто была до всей этой пандемии в Санкт-Петербурге на конференции, которую представлял консул Италии в Санкт-Петербурге. И он действительно рассказывал о том, насколько вообще российских студентов ждут в Италии. То есть он сам лично открывал эту конференцию с распростертыми руками, то есть у меня есть даже там фотографии, видео. То есть и действительно было видно вот эти тесные связи. И плюс обучение, я знаю, что в некоторых городах оно просто настолько минимальное, что доходит, ну, просто там, грубо говоря, меньше 500 евро в год. То есть очень бюджетный. Вот еще интересно относительно цен. Будут ли какие-то снижения цен для привлечения потока студентов? Я думаю, да. Еще официально мы это на сайтах, университетах и вузах не видим. Но, обращаю внимание, у нас есть специфическая услуга, потому что уже много лет мы начали заниматься с другими моими коллегами таким называемым помощью для учебы. То есть действительно много итальянских университетов, смотря общую ситуацию, семей, человека, который здесь проживает один и один, могут давать даже некоторые бонусы, даже некоторые, ну, скажем, такие пенсии для студентов. Для, грубо говоря, начиная с минимального какого-то помощи на покупку персонального компьютера, доходя до бесплатных книг и текстов для обучения. И идя дальше даже для господистудии. То есть господистудия это именно, ну, университетская такая карьера, которая дает возможность даже не оплачивать вообще саму запись университета. Ни первая ступень, ни вторая. Поэтому, естественно, сейчас все вузы, все университеты, они в этом заинтересованы. Ну, скажем честно, сам мир обучения и создает всю жизнь всего города, потому что, соответственно, от этого идет оборот всех квартир, аренд и так далее, все развлекательные комплексы и так далее. Итальянские города живут из-за студентов, поэтому студенты, конечно, не будут welcome, как я говорю иногда на английском, абсолютно добро пожаловать. И это, естественно, абсолютно первая категория, самая важная, которую мы все должны рассматривать. Уточняю, все студенты в Италии, даже если они не 18-летние, даже если они делают обучение как мастер, как профессионализация и так далее, они, напоминаю, могут работать в Италии официально. Поэтому вы можете переехать, устроиться на вид на жительство студенческий, начинать вашу работу, открыть ваш ИП, уже развивать вас бизнес и прийти после года и скомвертировать ваш вид на жительство уже на рабочее. Поэтому особенно интересен вид на жительство студенческий, он распространен во многих странах Европы, именно в Италии эта схема именно так и рассматривается. Поэтому студенческий, в нашей жизни, я считаю, одно из самых первых, которые нужно задуматься. Даже если наш потенциальному зрителю 50-60 лет, он хочет на мастер, профессионализации, записаться и потом перейти на рабочее, это абсолютно во злу можно верять. Потому что просто правильно будет университет и вуз. Добавлю кратко, и не буду меняться дальше. Тоже в рамках обучения есть очень интересный сектор тех обучений, которые приносят лицензирование. Многие из наших зрителей, наверное, захотят открыть какую-то деятельность в Италии, которая идет под лицензию. Эстетика, прейхмахер, маникюр, какие-либо другие деятельности. Все эти деятельности идут в Италии под лицензию. Так не нужно тогда просто оформлять на жительство и потом застрять в Италии без лицензирования. Можно сразу записаться на курс. После года обучения получить ту же лицензию, начинать работать и сконвертировать на рабочую. Я бы сказал, вот эта схема вообще оптимально работает. Да кого есть именно вот такое направление? Перехожу плавно на другой категорию вид на жительство. Естественно, гистая, которая будет, конечно, приемлема. Все те, которые раньше уже эмигрировали, нет, уже знают. Но тем более будет приветствоваться бизнес эмиграции. То, что Италия хочет, это не иметь эмигрантов, которые составляют либо конкуренцию, но иметь имя получать. Мы не будем сразу говорить о инвестиционных проектах, которые каждой стране, конечно, интересны. Но просто те проекты, которые кое-как-то будут поднимать, повышать итальянское производство. Какой-либо проект, бизнес-проект, от создания приложений в телефоне до открытия магазина, до импорт-экспорта каких-либо продуктов, которые как-то позволяют развиваться, будет, конечно, благополучным более, чем вчера. Нас не будет, скорее всего, рассматриваться так живо и хорошо, просто иммиграционных ботов на наемников, на наемных сотрудников. Но все те, которые хотят открыть свой пэк, открыть свой маленький, средний бизнес, как мы всегда говорили, как и есть, большинство обращений, которые мы вместе с вами тоже видим, то есть многие хотят переехать, продолжить свой бизнес в Италии. Если этот бизнес в Италии полагает именно специальное какое-то местное производство, какого-то экспорта местной продукции, это может быть одежда, кожа, еда, какие-то услуги специфические итальянские, конечно, итальянский конструктор, для получения визуда и иммиграционный офис, это будут рассматривать особенно хорошо. Именно мы и пытаемся в этот период обратить внимание на то, что все консульства имеют один такой секрет, который расскажу вам сегодня. Каждый раз, когда к вам обращаются клиенты, может быть, они сами сделали какой-то миграционный проект, может быть, им как-то отказали, всегда есть вот эта фраза, вот эта именно гигантские, важные, ценные информации, интересные итальянские экономики. Когда-либо консульство в виде так называемой интересной итальянской экономики, она не может отказать об этом миграционном плане. Поэтому думайте о вашем бизнес-проекте. Он 100% доходен, подходит для презентации консульства, получения визуда и интересных, если кое-как доходит, а даже косно, затрогивает детали, ее производство, ее повышение, ее импорт, экстракт и так далее. Вся миграция, которая будет касаться именно таких бизнес-проектов, мы считаем, вместо другими категориями миграционных адвокатов, пытаются, чтобы они, конечно, очень благополучны, очень приветствуются. Поэтому я советую всем задумайтесь о каком-либо проекте, открытии какого-то магазина на территории. Airbnb может быть что-либо, которое дает возможность именно дохода, создание дохода в Италии, естественно, плана налога, с этого дохода и так далее, ухожу, частей и категории. И это будет, естественно, проект очень хорошо, очень интересно рассмотрен. Вот эти две категории студенческие и бизнес-проекты, мы думаем, она будет самая интересная. Слушаю вас, если вы так. Да, смотрите, я еще знаю, что один из очень таких удобных способов, который может быть даже, как мне кажется, проще, чем открывать бизнес или ИП, это открытие филиала иностранной компании. То есть если у человека есть своя компания в своей стране, которая функционирует определенное количество времени, то есть открыть филиал, и я знаю, что преимуществом является то, что там не нужно прям вот показывать какой-то конкретный доход. То есть компания может функционировать как по-минимальному, так и приносить доходы. То есть человек получает разрешение на работу в упрощенном, неквотированном порядке и также может привести и трудоустроить сотрудника. Абсолютно правильно, спасибо, что напомни, уточняю. Все компании зарубежные, практически все страны СНГ имеют договора с Италией, так называемого защита инвестиций. Соответственно, любой граждан из страны СНГ может завтра открыть в Италии и свою компанию как дочерняя компания, как филиал, как офис представительства. Где гигантское большое преимущество в итальянской бухгалтерии в управлении? Это имеет нюансы. Что итальянская налоговая, к этому декларации, полученную сумму, но не проверяет, реально ли она получена. Соответственно, если вы открываете ваш филиал, вам нужно держать в течение года какой-то уровень дохода. Никто не претендует, чтобы были какие-то специфические переводы Москва, Милан, каких-либо средств. Достаточно, чтобы при бухгалтерии итальянской был показан, задекларирован, авторекларирован сам доход. Дальше налоговая не проверяет, именно существенно приходили эти деньги, потому что многие боятся про валютный контроль и так далее. Открытие филиала – это великолепная идея, дает возможность развивать в Италии, делать бизнес. Но, добавлю, можно даже просто открыть офис представительства. Очень часто мы занимаемся переездом специфического офиса представительства. Он не претендует, чтобы собрежная компания платила налоги в Италии. Это может быть такая, французы говорят, пьеда дэр, такая первая при земле, или такая первая, ну, скажем так, нога на землю, которая может именно представить первую опору для русской компании, украинской, казахской компании, чтобы именно начинать развивать свой бизнес. Участвовать в конгрессах, семинарах, вебентах, предлагать свои продукты. Это дает возможность до трех человек, членов этой материнской компании, переехать в Италии как директора, винила, офиса представительства и так далее, получать они и доножительство, и, соответственно, все другие члены семьи. Кратко добавлю, наверное, многие задают вопрос, все миграционные схемы, которые мы сейчас посмотрели, студенческие, открытие бизнеса, фидиалы представительства, полагают, что может приехать главный, так называемый, член семьи, и, соответственно, все родственники первого градуса, то есть супруги, дети и родители. Поэтому миграционное право, конечно, Италии сильно защищает, в том числе и бизнес-релокации, в том числе и соединение, и сохранение единицы самой семьи. Поэтому можно сделать схему, которая касает одного члена, который за собой, естественно, привязывает истинную семью. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что на начальном этапе достаточно показать только намерение открыть компанию и каких-то финансовых составляющих, пока это не обязательно? Или я здесь неправильно владею? Объясняю, значит, некоторые категории, как, например, стартап-виза, которая именно нужна для открытия стартапов, именно нужна специфическая показа и намерение. А другие схемы специфически связаны с открытым филиалом или с открытым офисом представительства, полагают, что мы делаем первый пакет документов в Италии, как этап номер один, то есть открываем филиал, открываем офис представительства. Весь этот пакет документов, он высылается клиенту в страну происхождения, подается на визу в Италии. Потом дальше наш априкант, наш преподинент приезжает в Италию, получает вид на жизнь и начинает конкретно управлять этим бизнесом. Зависимо от схемы, есть схемы, которые предъявляют намерение абсолютно правильное. Есть схемы более легкие, которые дают возможность даже сразу открыть явно. Чтобы всем объяснить, это не претендуется какие-то миллионы инвестиций, мы не говорим здесь про инвестиции за гражданство. То есть это несколько тысяч евро, как карманную заправу, чисто для пугалтерий, для нотариусов, для открытия этих компаний, этих филиалов. Меняются цены, зависимо от комплексности, с кем, естественно, которые могут позволить уже иметь такой филиал. Поэтому суммы, я вижу, в среднем достаточно приемленные и разумные. Ну да, у человека, который есть бизнес, то есть это не должно его, в принципе, отпугивать. Хорошо, здесь, в принципе, все понятно. Вот еще такая программа интересует. Может быть, будут какие-то финансовые послабления по ней. Программы для финансово независимых лиц, которые могут получить вид на жительство, показывая свой доход в стране, подтверждая этот доход. И вот еще интересно конкретизировать документы. Понятно, что там могут быть любые документы, подтверждающие доход. Можете из примера вашей практики привести, какие чаще всего встречаются документы? Да, значит, Италия, как многие страны Европы, имеет именно специфическую схему по так называемому выбранному месту жительства. То есть финансово независимый человек, который имеет в год хотя бы 32 тысячи евро, ну, такая базовая сумма пассивного дохода, он может переехать в Италию без права на работу, но с правом постоянно проживания. Базовые документы, как вы спрашивали, для такого приезда могут быть очень разнопазны. Из примеров договор аренды. Здесь у нашего клиента потенциального клиента есть официальный договор аренды, по которому он сдает одно из своих помещений, квартир, фабрик и так далее. И это может быть одна из самых типичных оснований, чтобы создать и показать, что этот доход номер один пассивный и что номер два он постоянный. Эти договора в практике, скажу сразу, они могут быть даже созданы специально к этой процедуре, не буду укрепляться дальше. Но так же, как издается арендная квартира, может сдаваться аренда, машина, автомобиль, какие-либо другие средства. Ну и по факту никак не проверяется, по сути, да? По факту мы видим в практике, что в консульстве именно важно проверить, что есть вот эта постоянность, что есть, конечно, свидетельство собственности этой квартиры, автомобиля, что-либо, и что именно сумма, которая приходит от дохода, составляет такой-то цифру. Второй, конечно, главный источник дохода – это доходы как дивиденды от компании. Либо есть предприятие, какая-то фирма, фабрика, которая что-либо производит. Какой-либо источник дохода от этого бизнеса может составить базу для такого переезда. Уточняю, единственная категория, которая здесь не подходит – это доход, который мы уточняем в ВНФЛ подходом, если не ошибаюсь, 2000, то есть как наемный доход. Это, конечно, не подходит, потому что он связан с нахождением на территории. Но все другие бонусные выплаты на вознаграждение, дивиденды, годовые, месячные, трехмесячные вознаграждения могут составить абсолютно правильную, как вы сказали, базу, чтобы показать, что есть постоянность в этом доходе и что она будет продолжаться, несмотря на то, что человек из России будет находиться в Италии. Уточняю очень важный элемент. Этот вид на жительство – один из малых, который позволяет нашему потенциальному клиенту, аспиранту продлевать этот вид на жительство и не подавать декларацию налогов в Италии. Будущий независимый президент, экономически независимый, может проживать в Италии. Следить за своей налоговой подпиской и не становиться итальянским налоговым президентом – это очень важно уточнить. Он может остаться налоговым президентом в своей стране. И каждый, ну, первый раз через год, потом через два, потом еще раз через два, может продлевать этот вид на жительство, однаблять его и сохранять, только потому, что он именно показывает, что у него есть доходы за рубежом. И это очень важно. Доходы будут постоянные и против какой-либо легенды, потому что есть много информации, которая неправильно распространена, можно получить по статусу финансово-зависимого лица также и по МЖ. Пятилетний. У нас есть именно успешный опыт, поэтому можно получить на жительство на год, потом на год, потом на год. Когда становится опять лет, уже подается на военную предложение. Если параллельно есть, конечно, прописка, можно потом придавать. И на государство, конечно. Смотрите, правильно ли я понимаю, что с данным видом на жительство человек не имеет права на работу, но, тем не менее, он может, например, пойти учиться и в последующем открыть бизнес? Да, то есть вот... Абсолютно, да. Спасибо за вопрос, потому что мы всегда всем напоминаем. Будущий резидент электива, выбранное место в жительстве, не может делать рабочую деятельность как наемный. Не сможет открыть ИП. Но можно всегда открыть компанию ООО в Италии. Эта компания ООО составит всего на всего дополнительный пассивный доход для этого человека. Он в ней работать не будет. Он, скорее всего, даже если будет директором этой компании, он не будет получать вознаграждение как директор. Это очень важно уточнить. Но он может именно иметь эту компанию, как и другие 20 в любой точке мира, которые создают и дают именно такой дополнительный источник пассивного дохода. Это возможно, да. Скажите, пожалуйста, такой момент. Вот, например, пакет документов на визу Д, да, для того, чтобы человек приехал и оформил вот этот ВНЖ для финансово-независимых лиц, предполагает место жительства. То есть это должна быть либо недвижимость в аренде, либо в собственности. Если мы говорим об аренде, да, то есть у человека должно быть на длительный срок, желательно на год. Но при подаче на визу, если у человека еще нет визы, довольно-таки сложно сделать. Можно ли здесь, например, бронировать на какой-то срок, например, отель и писать какое-то сопроводительное письмо, что по приезду, например, я арендую жилье, там, показывая денежные средства. Потому что такой, ну, довольно-таки проблематичный вопрос, как человеку снять жилье, когда на год, да, когда он находится в своей стране, то есть ему надо либо ехать снимать жилье, а вдруг все-таки в визе откажут, а он уже там жилье сдал. Просто именно вот консул сказал такой момент, при оформлении на студенческую визу, говорит, действительно, есть такой момент, что жилье надо предоставлять на год, но вы можете забронировать отель и написать сопроводительное письмо о том, что вы по приезду обязуетесь снять жилье. То есть здесь можно вот варьировать, была ли практика? Значит, практика была, вы все правильно сказали. Большинство видов отношительств и вопросов на визу ДЭ нужно именно так и сделать. Можно показать, что есть просто возможность, где проживать. Это именно и главное волнует консульство. Единственная схема, уточняю, где нужно именно иметь хотя бы аренду, желательно собственность, это для схем, для финансово независимого лица. Тут нужно будет связаться с юристами, с адвокатами, с нами, с маклером, чтобы заранее заключить хотя бы договор аренды, о намерении вот этого договора аренды, или бесплатной аренды, или уже намерение на покупку. Только с этим, естественно, можно идти на схему специфичную, финансово независимую. На все другие категории. Бизнес, релокации для студентов абсолютно правильно. Можно просто запранировать пока местное проживание с намерением. Мы советуем просто сделать письмо о намерении, сотрудничество с маклером, с адвокатом, чем мы тоже занимаемся, можем помочь сделать. Абсолютно правильно, чтобы именно уже нам было это намерение. Концепция, я думаю, одна. Как видно, по многим этапам, которые мы прошли, сегодняшней встречи, нет нигде особых затруднений. То есть все моменты можно всегда очень практично и удобно решить и разрешить. То есть не нужно обязательно квартиру, можно ее потом найти. Не нужно обязательно именно показы, переводы, можно просто их интегрировать. Нельзя работать, но тем не менее можно открыть компанию. То есть здесь всегда легально, абсолютно формально, то что лазейки, это просто возможность итальянского закона, который дает вот эти преимущества. Абсолютно все правильно. Правильно, поэтому я бы сказал, что стоит не беспокоиться. Хорошо. Ну, смотрите, в принципе, у меня на самом деле еще очень много вопросов есть, потому что вы очень так отвечаете, очень грамотно, и я просто знаю, что интересует клиентов, и поэтому, видите, такие конкретики вам задаю. Поэтому я бы предложила, если на другую тему, то снять какой-то отдельный вебинар, да, чтобы лучше сделать несколько маленьких и уже по конкретике. Вот, поэтому этот не будем тогда затягивать. Значит, все наши клиенты, они могут написать нам внизу в комментариях под этим видео или по телефону, который будет указан на экране, вопросы, которые возникли. Итак, все наши клиенты, которые возникли,